Библейский портал экзегет.ру представляет Псалом 66, наша беседа, как и многие другие, записывается с участием портала экзегет.ру в Московском Средственском монастыре. Псалому 66 можно дать такой заголовок. Так, благодарственная песнь за урожай. Вероятно, данный Псалом использовался в Ветхозаветном богослужении во время праздника жатва первых снопов. Опорой для такой точки зрения является седьмой стих. Земля дала плод свой. Автор призывает Бога благословить свой народ, чтобы в этом благословении избранного народа языческие племена познали истинного Бога и поклонились Ему. Псалом 66 очень хорошо структурирован. Он делится на три части, каждая из которых завершается припевом. Первая часть, а первая, третья стихи, заканчивается в четвертом стихе таким припевом. «Да восхвалят тебя народы Божьи». После второй части, которая составляет всего лишь один пятый стих, повторяется тот же самый припев. «Да восхвалят тебя народы Божьи». Последняя часть седьмой и восьмой стихи завершается сокращенной версией того же припева. «Да убоятся его все пределы земли». Ну, теперь рассмотрим этот короткий Псалом более детально. Второй, шестой стихи. Псалом начинается с просьбы, чтобы Бог был милостив, благословил и просветил сиянием Своего лица. Эти просьбы отражают элементы священнического благословения, указанного в книге чисел. «Да благословит тебе Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом и помилует тебя. Да обратит Господь лице свое на тебя и даст тебе мир». Вот три священнических благословения в книге чисел. Бог потому называется милостивым, поскольку Он дает своим людям больше, чем того заслуживают. Он благословляет тем, что приближает к себе и помогает выстроить гармоничные отношения людей друг с другом. Материальные блага, такие как обильные урожаи, семейная многодетность – это все последствия Его благословения. Появление лица Божия – это метафора, которая говорит о Его приближении к человеку. Если Бог скрывает свое лицо, это значит, что Он гневается. Когда лицо Божие напротив излучает свет, тогда человек чувствует тепло Его присутствия. Сын Божий, свет Божий несет с собой жизнь и знания. Псамопевец желает, чтобы Израиль стал проводником благословений Божий для всех народов, чтобы и другие народы познали, как Бог спасал народ свой. Это желание восходит к обещанию Авраама, что благословлятся в тебе все племена земные. Это также напоминает о священнической роли Израиля среди других народов. Вы будете у меня царством священников и народом святым. Псамопевец желает, чтобы окружающие народы не только удивились спасительным деяниям Бога в израильской истории, но и присоединились к общине воспевающих Бога такими словами. «Да восхвалят тебя народы Божии, да восхвалят тебя народы все». Четвертый и шестой стихи. Стихи седьмой-восьмой. Одним из проявлений Божьего благословения считались обильные урожаи. Псалом завершается словами благодарности за плодоносную землю и просьбой, чтобы и Бог и впредь посылал щедрые урожаи. Благословение Божие, посылаемое на его народ, по мысли автора псалма, должно привести окружающие народы к признанию господства Ягвы, то есть к признанию того, что Ягвы, то есть Господь, является их Богом. Автор 66-го псалма надеется, что наступит тот день, когда Божье благословение выйдет за пределы Израиля и распространится на весь мир. По книге Второзакония такое благословение является следствием послушания. А раз исторические книги Библии, в частности, книги царств, ничего не говорят о том, чтобы Божие благословение пришло на другие народы, следовательно, иные народы не пошли вслед за Господом. К поклонению истинному Богу, как свидетельству библейской истории, присоединились только отдельные представители окружающих языческих народов. Их мы знаем по именам. Это Руфь, Мавитянка, это Рахав, жительница Иерихона, это Нейман, сириец, и Урия, хиттиянин, вот как раз тот, который был женат на Версавии, ставший впоследствии женой Давида. Хиттиянин, значит, он был из хетов, он был хет по национальности. Чаяния автора 66-го псалма стали реальностью в полноте только в Новом Завете, который объединил в единую общину иудеев и эллинов, обрезанных и необрезанных, свободных и рабов. Послание Колосиным апостолом Павла. После вознесения Спасителя исполнились его слова. «Когда я вознесен, буду от земли, всех привлеку к себе». Так мы видим две траектории. С одной стороны, автор псалма желает, чтобы все народы, увидев Божий промысел, обратились к Ягвы, к Господу. Но этого не случается. И в настоящее время Израиль фактически замыкается на этническое тождество с евреями. Еще до Рождества Христова был огромный класс прозерлитов. То есть можно было стать гражданином Израиля путем обращения к вере, ягвы и совершением обряда обрезания. Ну вот мы, в частности, это видим из послания апостола Павла, который ходил по разным странам Малой Эзии. Кого-то он там обрезал, кого-то не обрезал. Но это было знаком Завета. То есть сейчас, если кто-то из вас пожелает получить израильский паспорт, он должен доказать, что бабушка ваша была еврейкой. То есть мы видим некое сужение, сужение этих границ того, как можно вступить в Божий Завет. А вот в христианской церкви очень быстро эти границы размылись. И вместо национальной религии Израиля, христианство, которое получило начало, базис и фактически было продолжение ветхозаветной религии, стало религией для всех народов в буквальном смысле слова. Сначала она распространила свое влияние на Антиохию, то есть на Арамеев, на Сирию. Кстати, вот если вы следите за новостями, несколько лет назад были боевые действия в районе Маалюля. Вот почему нам эта область очень важна? Потому что там христианская община, которая говорит на арамейском языке, том языке, на котором говорил Иисус Христос. Их очень мало осталось. Они проживают на территории Сирии и чуть-чуть совершенно на юго-востоке современной Турции. Но в силу геополитических причин, к сожалению, эти христианские общины, они в первую очередь идут под нож. Так что они как между молотом и наковальней. Если кто-то, одна исламская группа желает отомстить другой, то посередине оказывается христиане, которые служат или заложниками, или просто местом для боевых действий, площадкой, где разворачиваются танки, к сожалению, так. Итак, сначала христианская проповедь, она нашла свой отклик в арамейской среде, потом в латинской, потом в греческой, армянской, грузинской. И сейчас поместные православные церкви себя считают традиционно православными, но они себя никак не отождествляют с евреями и древним Израилем. Вот тот эффект, который в христианской церкви наступил благодаря проповеди апостолов. Хотя корни религии, весь базис, то есть половина Библии – это Ветхий Завет, который мы с вами изучаем. Поэтому христианство – это не новая религия, которая произошла с Иисусом Христом, а это продолжение ветхозаветной религии, которая после разрушения ветхозаветного храма в 70-м году просто пошла двумя путями. Один путь – замыкание на еврейском языке, еврейство для евреев, и второй путь – проповеди этой же самой религии среди языческих народов, что в последующем стало национальными религиями этих языческих в прошлом народов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...